Пожары в Мариэлл привели к ограничениям на посещение лесов в Татарстане. О хронологии событий и последствиях, наступивших для соседних регионов, расскажем в следующем сюжете. А тут что, пожар? Пожар что ли тут? Ты что, пожар что ли? Я не понимаю, пожар или война? 19 августа на территории Медведевского района Республики Мариэлл возник пожар, который удалось локализовать лишь в среду. По словам регионального управления МЧС России, в ликвидации пожара было задействовано около 1000 человек и 175 единиц техники. Добровольцы и сотрудники МЧС были разделены на 6 отрядов, 3 из которых направили на защиту близлежащих населенных пунктов. Из города огнеборцам регулярно поставляли питьевую воду, продукты питания и средства индивидуальной защиты. Негативное влияние пожара имеет долговременный эффект и доставит хлопот не только человеку. 30-40 лет на данной территории можно спрогнозировать ухудшение состояния атмосферного воздуха даже после окончания чрезвычайных ситуаций в виде пожаров. Территории, которые остаются без леса, они становятся резко подвержены водной и ветровой эрозии. Такие обезлесенные территории становятся зоной риска по наводнениям. Поэтому, конечно же, негативные последствия очень-очень велики и многократно превышают материальные потери. Из зоны поражения были эвакуированы жители с деревень Студенка, Сосновый Бор, отдыхающие близлежащего санатория. В связи с лесным пожаром действовало временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги Р-176 «Вятка». Смог и запах гари добрались до соседних республик. Жители Чувашии и Татарстана отметили симптомы отравления угарным газом – головную боль в области висков и лба, головокружение, тошноту и мышечную слабость. Если у вас есть родственники, проживающие достаточно далеко за пределами распространения загрязняющих веществ, лучше на какое-то время уехать к ним. Если вы вынуждены жить, работать, то я рекомендую ношение респиратора, ношение маски. В том числе эту маску нужно регулярно простировать, проглаживать горячим утюгом и смачивать водой для того, чтобы облегчить все вот эти последствия. 25 августа правительство Татарстана ввело ограничение на пребывание жителей в лесах на территории более половины районов из-за пожароопасного сезона. Аналогичные меры действуют в республике Чувашия и Самарской области. На ближайшие дни в Татарстане прогнозируется пожарная опасность 4-го и 5-го классов.